Друзья, я приветствую всех участников, очень соскучилась, давно мы не виделись. Начинаем с сегодняшним вебинаром наш цикл весенних встреч. И, собственно говоря, тема у нас сегодняшняя, казалось бы, не очень-то про диссертацию, на самом деле напрямую связана с диссертацией и не только. Поговорим мы сегодня о двух синдромах, которые многих сопровождают на пути к цели, не только в связи с подготовкой диссертации. И, собственно говоря, давайте будем с ними разбираться. Ну, во-первых, мы поговорим о тех явлениях, да, уж, может быть, они не совсем и синдромы, если бы нам тут специалист об этом говорил, да, это психологические явления, которые, по сути, нам мешают двигаться к научному результату, подготовке диссертации, мешают нам либо ее писать, либо защищать, то есть посмотрим, как они проявляются. И я сегодня вас приглашаю не просто быть слушателями, а прям протестировать себя. Мы сегодня этим прямо на вебинаре займемся. Кроме того, мы поговорим о таком термине, можно сказать, да, он уже такой, часто достаточно его слышу, «Идеальная диссертация». Что это в головах аспирантов и докторантов, как вы это оцениваете для себя, должно ли это быть целью, является ли это каким-то образом в голове, порассуждаем на эту тему, посмотрим, как с этим бороться, если с этим бороться нужно. Ну и третье, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня посмотрели какие-то приемы, инструменты, которые позволят нам, ну уж если не справиться с этими синдромами, то, по крайней мере, облегчить себе путь, пойти в правильном направлении к цели, не отвлекаться, не распылять свою энергию на эти переживания, а направлять ее в нужное русло. Поэтому давайте начнем с синдрома самозванца и, собственно говоря, попробуем понять, что это за такое состояние. Вообще, первое упоминание о синдроме самозванца психологии появилось в 1978 году, когда Паулина Тланс и Сюзанна Аймс написали в своей статье о нем. Статья называлась очень интересно «Феномен самозванца у успешных женщин. Динамика и терапевтическое вмешательство». С этой статьей можно познакомиться, я вам даже ссылочку на нее сделала. В общем виде, если рассуждать об этом синдроме, то можно его описать как некую комбинацию паттернов мышления, эмоциональных, поведенческих реакций, которые вызывают у человека сомнения в его достижениях, успехах, интеллекте или компетенциях. Этот синдром заставляет приписывать этого человека свои какие-то достижения и результаты либо другим людям, либо внешним обстоятельствам. И одновременно люди, подверженные воздействию этого синдрома, испытывают так называемый страх разоблачения. То есть человек думает, что раз я считаю, что я не совсем где-то компетентен, что-то я не до конца знаю и так далее, то уж окружающие-то тем более это поймут, увидят, и они узнают это обо мне. И человек находится вот под влиянием вот этих страхов, вот этого такого состояния, которое не позволяет полноценно выполнять работу. Но что самое интересное, что важным симптомом самозванца является то, что в абсолютном большинстве случаев эти сомнения, они нереальны, то есть они противоположны реальности. То есть на самом деле очень часто синдром самозванца возникает именно у людей ярких, у людей интересных, увлеченных, успешных, у тех, кто действительно уже добился результата в каких-то областях жизни, но он не присвоил их себе. И поэтому находится вот в таком состоянии. То есть сегодня мы об этом синдроме поговорим, но если вы считаете, что он у вас есть, скорее всего, вы как раз вот тот самый яркий, интересный человек, только который не умеет присваивать себе свои результаты, и мы сегодня попробуем этому научиться. Давайте определимся, сначала есть ли у нас такой синдром, и для этого я вам предлагаю взять сейчас листочки или где-то это сделать, просто где-то пометочки себе сделать и ответить на несколько вопросов. Вот та самая Паулина Кванса, о которой мы говорили, она является очень таким популярным знаковым специалистом, которая работает с синдромом самозванца, и она предложила, разработала некий тест, который помогает выяснить, страдает ли человек этим синдромом или нет. Это всего 10 вопросов, поэтому давайте мы сейчас с вами по этим вопросам пробежимся. вы отвечаете «да» или «нет», и потом мы посчитаем, сколько у вас будет ответов «да». Итак, друзья, готовы? Покажите мне огонечком, что вы готовы, что мы можем начинать разбираться с самими собой. Отлично, замечательно. Итак, первый вопрос. Вы думаете, что вы недостаточно компетентны? То есть мы сейчас... Смотрите, друзья, если вы прям пишете диссертацию, вы, конечно, ориентируетесь, отвечая на вопросы в связи с этим процессом. Но если вы пришли на вебинар не потому, что вы пишете диссертацию, потому что вы просто знаете, что вам кажется, что у вас есть эти синдромы, вы хотите с ними разбираться, то вы думаете о той деятельности, в которой, как вам кажется, этот синдром проявляется. Итак, значит, первый вопрос. Ответили, да? Следующее. Вы избегаете оценок от окружающих. То есть вы стараетесь не показывать результаты своих исследований, например, свои статьи, не стараетесь что-то обсуждать со своими коллегами или, может быть, специалистами в этой теме. То есть вот есть ли у вас такое? Это второй вопрос. Ответы напомню, да или нет. Пока в чат не пишем, пишите себе, мы потом с вами общее количество баллов посмотрим. Третье. Когда вы получаете похвалу, вам кажется, что это просто вежливость. То есть если вас кто-то хвалит, говорит, что у вас высокие результаты, что вы большой молодец и так далее и тому подобное, вам кажется, что, ну, может быть, это потому, что этот человек от вас зависит, он так говорит, или он просто, ну, культурный человек, не скажет же, что он, что у меня плохая там работа, допустим. Да, то есть вы не верите, вы не верите в то, что это похвала заслуженная. Это третий вопрос. Есть ли у вас такое или нет? Следующее. Вы приписываете свои успехи и достижения обстоятельствам или удачей. Вам повезло найти хорошую литературу. У вас замечательный научный руководитель. У вас легкая тема или еще что-то. То есть вы не оцениваете то, что вы сделали, то, что вы вложили в ваш труд, да, а кажется, что это такие какие-то стечения обстоятельств, в которых повезло. Это четвертое. Напоминаю, да или нет. Пятое. Вам страшно не оправдать чуджих ожиданий. Я очень часто встречаю ситуацию, когда начинаю общаться с... Вот с докторантами уже не так это, а вот с аспирантами это очень частая ситуация, когда человек говорит, что я не могу не оправдать ожидания моего научного руководителя. Вот меня человек взял под свое крыло, мы работаем, и я знаю, что он от меня ждет высоких результатов. Вот если здесь, значит, есть такое, да, у вас, то, пожалуйста, здесь себе тоже ставьте да или нет. Ну и следующие пять вопросов, давайте их тоже посмотрим. У вас редко получается выполнить задание на 100%, как вам бы это хотелось. То есть остальные вам говорят, что вы изумительно справились с работой, у вас прекрасный материал, у вас замечательный результат или еще что-то, но в вашей голове есть свои 100%, они как-то выглядят эти, то есть есть некий образ того, что такое 100% результат, и с вашей точки зрения это не так, да, то есть бывает такое или нет. Следующее, я вижу, друзья, что вы мне пишите какие-то вопросы в чате, сейчас мы вот это разберем, я загляну в чат и отвечу на ваши вопросы. Седьмое, вам кажется, что вы могли бы достичь большего, но не сделали этого. То есть это ситуация, при которой нам все время кажется, что мы что-то не доделали, что где-то мы не докопали, не углубились, не доразобрались и так далее. То есть вот какое-то все время такое чувство, что еще чего-то мне не хватает, есть оно у вас или нет. Следующее, вы боитесь потерпеть неудачу в каком-то, начиная какое-то новое дело, даже если предыдущее у вас было сделано хорошо. Мы сегодня разберемся с тем, что такое цикл самозванца, и станет понятно, почему, то есть если у вас этот синдром есть, то вот это вам как бы присуще, да, почему вдруг так случается, что человек, имея вроде бы предыдущий опыт позитивный, что у него все получилось, сложилось хорошо и так далее, вдруг он боится определенной неудачи. Мы сегодня разбираемся, пока, да, или нет. Ну и еще оставшиеся два вопроса. Вы часто сравниваете себя с коллегами, может быть, не лично себя, а результаты своей работы, и обязательно, да, это сравнение всегда происходит не в вашу пользу. То есть вам кажется, что другой быстрее, лучше, качественней, авторитетней, как-то он более выступает, может быть, лучше, чем вы, может быть, он убедительнее и так далее. Да в чем бы вы себя не сравнивали, это сравнение происходит не в вашу пользу. И заключительный вопрос. Вам кажется, что вы пока недостаточно готовы. То есть, предположим, вот вы начинаете, например, писать кандидатскую или докторскую диссертацию, и вам кажется, что вот сейчас не совсем время, все-таки мне надо какое-то время подготовиться еще, посмотреть материалы, настроиться и так далее. Да, то есть вот такое есть ощущение какой-то неготовности, неготовности. Ну что, друзья, вот теперь посмотрите, сколько у вас ответов «да». И в чат как раз цифркой мне напишите, пожалуйста, сколько у вас положительных ответов. Так, вижу ответы Евгении. Так, Марина спрашивает про презентацию. Нет, презентации не будет. Если нужно, можно сделать скрин. Не страшно, никогда. 8, 10, 7, 4, 4, 1, 7, 9, 7, 6, 6. Друзья, ну, смотрите, значит, можем сказать, что мы все по поводу здесь, за исключением, может быть, Марины с Евгением, поскольку авторы этого теста говорят о том, что если у отвечающего два и более ответа «да», то человек склонен испытывать этот синдром, просто он, может быть, не до конца идентифицирует его у себя. Поэтому давайте, значит, все-таки будем углубляться и смотреть, что же нам здесь можно, как нам можно себе помочь. А для этого, для того, чтобы нам еще больше себя узнать, я вам предлагаю обратиться к работе еще одного автора и установить, о какой вы самозванец. То есть, оказывается, самозванцы у нас тоже бывают разные, по этому поводу даже написана книга, да, и поэтому Валерия Янг написала книгу «Тайные мысли успешных женщин. Почему способные люди страдают от синдрома самозванца и как процветать, несмотря ни на что?» Обращаю ваше внимание, что сегодня у нас тоже собралось больше женщин, чем мужчин, и, в общем-то, эксперты, изучающие этот синдром, тоже подчеркивают тот факт, что этим синдромом в основном страдают, и он мешает в продвижении к цели именно женщинам. И Валерий в своем исследовании говорит о том, что самозванцы, они все разные, и она приводит в качестве классификации несколько типов самозванцев. Давайте сейчас тоже их посмотрим, для того, чтобы понять, как себе помочь, идентифицируем, какой тип к вам больше имеет отношение. Итак, первый тип – это самозванец-эксперт. Что это за человек такой? Это человек, который постоянно ходит на тренинги, на курсы, он учится, он получает сертификаты, он пытается… То есть любой пробел в знаниях, которые он только у себя находит, он сразу же пытается найти информацию, разобраться с этим. Перед началом любого проекта очень долгая подготовка к этому проекту. Человек не хочет выглядеть глупым или некомпетентным, поэтому он прям материал этот поглощает, 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 при этом реально он уже может быть на уровне очень высококлассного эксперта, но при этом он продолжает и продолжает вот этот материал в себя впитывать. То есть он не позволяет образовываться хоть каким-то малейшим местам, в которых он, по его мнению, недостаточно разбирается. И очень часто эти люди не берутся за какой-то проект, за какое-то дело, не реализуют какую-то идею, потому что им кажется, что они недостаточно знают о том, как это реализовать. Это вот первая категория самозванцев по Валериям. Второе это самозванцы-перфекционисты. Это люди, которые ставят себе завышенную планку. То есть они даже если они выполняют потом эту свою цель почти на 100%, там на 98%, допустим, да, как она говорит, они все равно считают себя неудачниками. То есть они не позволяют себе допускать ошибки. Это люди, которые находятся в так называемом бинарном мышлении. То есть все или ничего, либо 5, либо 0, да, то есть либо у меня все на 5, все прекрасно, все сделано на 100%, либо если чуть-чуть не так, то все, это меня не устраивает. То есть это вот перфекционисты. Следующая категория самозванцев это гении от природы или природные гении. То есть это те люди, которым с детства все очень легко давалось, они очень легко учились, они очень легко вникали во все, их все время хвалили, у них сформировалось ощущение с детства, что если мне что-то дается сложно, значит, ну как бы я некомпетентен. То есть если для достижения какой-то цели нужно прилагать какие-то очень сильные усилия, значит, я здесь некомпетентен в этой теме. И вот эта мысль, которую человек несет из детства, вот это именно из детства идет, она ему очень мешает потом в жизни, потому что во взрослой жизни есть такие проекты, цели, задачи, которые, во-первых, длительные, во-вторых, реально требуют большого времени, длительного времени или достаточное количество энергии. И раз человек не привык к этому, то он как бы не заходит в эти проекты, он не реализует эти проекты, хотя он абсолютно способен для того, чтобы их реализовать. Следующий это самозванец-солист. Это такой человек, который чувствует, что он должен делать все только самостоятельно, что если вдруг ему приходит в голову идея, что ему нужно с кем-то посоветоваться, пообщаться, проконсультироваться, то он сразу делает вывод о своей несостоятельности, что я этого не знаю, значит, ох, какой-то ужас, как это плохо. Поэтому солисты это люди, которые все будут до всего докапываться, доходить, изучать, углубляться, искать уже новизну или как что-то делать, они будут делать самостоятельно. Если они будут где-то учиться, они будут это делать в тайне, то есть, чтобы это никто не узнал, что они у кого-то консультировались или где-то учились. Ну и еще один вид самозванцев это супермен или супервумен, это человек, который заставляет себя работать очень много и больше других везде, то есть, по всем фронтам. Он считает, что успех это такая категория, которая не может реализоваться в какой-то одной сфере жизни, и, например, он должен быть успешен и в работе, и в науке, и в семье, и в отношениях с детьми, в общем, везде, везде он должен быть на максимум. И это очень тяжелая ситуация для такого человека, потому что эти люди, они испытывают сильнейший стресс, потому что изначально понятно, что задача везде на 100% успеть и везде все делать на 100%, она фактически нереальная. И это естественно, что у человека что-то где-то может не получиться или получиться не на 100%, и это его вводит в очень тяжелое переживание. Поэтому вот здесь важно понять про себя, кто вы. Если хотите, можете поделиться в чате, написать, кто вы из этих пяти категорий, либо, по крайней мере, себе на заметочку поставить, что у меня вот такая больше склонность вот к этому или к другому, потому что здесь будут некоторые нюансы, да, для того, чтобы мы понимали все-таки, на что больше вам именно стоит обратить внимание, чтобы облегчить себе путь к результату. Ну, и мы с вами говорили о том, что я начинала об этом говорить, что когда человек осознает он в том, что он самозванец или не осознает, это неважно, он движется по так называемому циклу самозванца. Этот термин не мой, опять же, ссылку на авторов я вам привожу. Цикл самозванца это такой цикл, который начинается у человека, так, давайте-ка я сделаю курсор, видно мой курсор, друзья, огонечком не моргните, если видно. Да, благодарю. Этот цикл, который у нас начинается вот здесь, он начинается с некого взволнованного такого состояния, тревожного и состояния неуверенности, то есть, когда человек, обладающий синдромом самозванца, начинает какой-то проект, какое-то дело, в данном вебинаре мы говорим о научном исследовании, человек начинает заниматься научным исследованием и подумывает или уже начинает готовить диссертационную работу. И у него начинается, вот до этого он раньше писал статьи, там, все у него было нормально, но до принятия решения у него было все нормально. Как только он себе сказал, я буду писать диссертацию, он стал аспирантом, например, или докторантом, и как бы официально уже так его называют, вот в этот момент у человека начинается состояние тревоги, он попадает в начало цикла самозванца. И в зависимости от того, что это за человек, кто он, эксперт, гений от природы и так далее, вот от этих видов, этот человек начинает двигаться по этому циклу, вот по часовой стрелке. И получается, что, либо он начинает, считая, что не совсем компетентен в вопросе, он начинает заниматься чрезмерной подготовкой, начинает изучать, как это нужно делать, какие требования к нему предъявляются, что это такое, читает массу уже написанных диссертаций, начинает погружаться в литературу, то есть он делает все одновременно, все по максимуму, все здесь и сейчас. И, исходя из этого, он начинает какие-то небольшие шаги, например, там, готовит статью, да, то есть он изучил, как это делать, и он готовит статью. Это первый сценарий. Второй сценарий, это ситуация, при которой человек со страха от этого волнения, он попадает в ситуацию прокрастинации, то есть он не может, он как бы замирает, он решение принял, но действовать он не может. Прокрастинирует, ищет этому всевозможные причины, веские причины, то в семье что-то, то на работе высокая занятость, то он там заболел, то еще что-то, да, то есть всегда находятся причины, но отодвигается процесс начала вот этой подготовки, в том числе, если мы говорим о диссертации, то диссертационной работе. И очень часто у многих это проявляется именно в научной деятельности, тем, что люди не прикасаются к тексту, а они, например, пишут много-много статей, считая, что, ну вот я же статьи-то пишу, а вот к тексту я пока не прикасаюсь. В любом случае, какой бы путь ни был, возникает сделанный этап, например, возникла статья или возникла какая-то глава, потому что прокрастинация не длится вечно, человек как бы немножечко замерев и побыв в этом состоянии, он переключается на действие, и, соответственно, делать он все равно будет, потому что он же не может не делать, это человек ответственный. И когда он достигает определенной цели, у него возникает чувство облегчения, то есть люди, находящиеся под влиянием синдрома самозванца, они вот так вот циклично, у них настроение, психоэмоциональное состояние, оно циклично, то есть то плохо переживание, то определенное облегчение вдохновения. Возникает облегчение, что вот я молодец, я какой-то этап сделал, я продвинулся. Но как только этот этап происходит, и мы показываем вот этот проделанный кусок работы научному руководителю, или какому-то внешнему эксперту, или коллеге, или мы где-то выступили, например, на какой-то конференции, получаем обратную связь, если эта обратная связь плохая, да, то есть, ну, сказали, что да, тут масса недостатков, то человек переживает даже меньше, он себе говорит, ну, я так и знал, и он просто продолжает эту работу. А вот если он получает обратную связь положительную, то у него, он ее не присваивает, у него обесценивание происходит, он себе говорит, ну, потому что я вложил, то есть, если он шел этим путем, он говорит, потому что я вложил много усилий, не потому что я умный, я молодец, и это результат моего труда, потому что я просто вложил много усилий, и поэтому возник результат. А если он периодически прокристинировал, то он будет себе говорить, мне просто повезло, это просто хороший эксперт, у меня просто хороший научный руководитель, он меня не хочет расстраивать и так далее, то есть даже удавшийся шажок, он будет обесценен человеком, человек не присвоит себе этот результат, и затем у него вот это вот состояние тревожности, оно с ним будет сохраняться, то есть он будет постоянно возвращаться в голове к вопросу, а они мне правду сказали, что это хорошо или нет, то есть мне стоит это воспринять и действовать, идти на следующий шаг или нет, то есть вот эта тревожность, она возникает, в любом случае наступает время следующего шага, возникает новая задача, нужно написать новую статью или статью другого типа, или следующую главу, или уже от написания диссертации перейти к ее защите, и этот цикл начинается вновь, то есть человек, который находится под воздействием этого синдрома, он постоянно вот по этому циклу ходит, он никак не может из него выйти из этого цикла, и наша задача сегодня, если вы узнаете, что это вам свойственно, что у вас такое бывает, кстати, маякните огонечком, кто вот заметил, может быть мы даже себе не отдаем отчет в том, что вот мы вот по такому кругу ходим, и соответственно наша задача понять, что делать-то с этим всем, здесь у этого цикла есть неприятные последствия, первое последствие это перегрузка, из-за того, что человек, даже не потому, что он много работает, а потому, что он постоянно находится в напряженном состоянии, и соответственно энергия тратится очень усиленно и на работу, и на вот эти переживания, и поэтому, конечно, достигается цель намного сложнее, на это требуется больше времени, больше энергии и так далее, и поэтому как бы человек себе будто бы подтверждает, что у тех все быстрее, а я даже если достигаю, у меня это происходит медленно, но потому, что он находится в рамках этого цикла, ну и второе, что здесь последствия тоже неприятные, это некое подтверждение этого синдрома самозванца, потому, что очень часто от цикла цикла этот синдром усиливается у человека, почему? Потому, что автор этого исследования говорит о том, что раз у самозванца есть в голове идеал, свой идеал успеха, не тот, который есть в обществе, требуется ваша работа по критериям ВАГ, например, да, нет, вот у него у самого есть какой-то идеал, и так как он считает, что он этого идеала постоянно внутри этого цикла не достигает, либо достигает случайно, то вот это приобретает именно хронический характер, и если вы поизучаете эту тему, вы поймете, что очень много рекомендаций из серии, что нужно идти к психологу, и нужно разбираться с этим вопросом, если он вас действительно очень сильно тяготит. Ну и безусловно, если мы говорим именно о диссертационной работе, да, то тут можно вспомнить еще один эффект, который называется эффект Данинга-Крюгера, он связан, вообще-то сам эффект не про ученых, да, он про людей с низкой квалификацией, которые чаще всего переоценивают свои способности, а как раз профессионалы, то есть более высокопрофессиональные люди, они склонны в этих способностях, в своих способностях сомневаться, то есть они испытывают состояние неуверенности. Но если мы переложим этот цикл на подготовку диссертационной работы, то здесь происходит следующее. Вот когда мы начинаем работу, у нас изначально в голове чаще всего возникает, ну мы же не случайно ее начали, да, то есть мы раньше занимались, может быть, научными исследованиями или только закончили вуз, и еще у нас свежо в памяти, как писать выпускную работу, и мы думаем, что диссертацию, я сейчас ее быстренько сяду и быстренько напишу. И изначально у нас есть такое, знаете, такое вдохновение, скажем так, да, то есть нам кажется, что мы сейчас все это быстро, легко сделаем. Но когда мы начинаем прикасаться к этому вопросу реально, начинаем писать, готовить, начинаем просто элементарно работать с литературой, мы не понимаем, как ее организовать, эту работу, мы начинаем готовить статью, мы не знаем, как ее написать так, чтобы в ней была новизна, откуда у меня возьмется новизна, если я только еще тему взял, да, то есть и нас вдруг начинают разрывать вот эти вопросы, они постепенно по ходу усложнения задач сначала нам кажется все нормально, а потом мы просто, что называется, падаем в пропасть, вот с этого уровня высокого вдохновения, какого-то ощущения, что у меня сейчас все получится, все хорошо, не хватит моих знаний, не хватит моих умений для этого, мы падаем наоборот в полярную ситуацию, при которой мы вообще думаем, как мне пришло в голову писать диссертацию, у меня ничего не получится, это у меня не получается, это у меня не получается и так далее. На самом деле время все расставляет на свои места, мы начинаем научаться тому или другому и, собственно говоря, продвигаемся по нашему пути, но при этом все равно наши вот эти вот колебания, вот эти циклы, когда у нас что-то получалось, и у нас есть вдохновение, и нам кажется, что все, я компетентен, мне хватает всего навыков и так далее, и вот эти падения такие депрессивные или какие-то такие стрессовые ситуации, переживания, что вдруг я не дойду до конца, они сменяют друг друга. Друзья, кто сталкивался на своем пути вот с таким вот явлением? То есть, когда вот у вас вот такие вот волны, вот волны, волны, то все, вы верите в себя, то наоборот не верите в себя. Дайте знать в чате плюсики, поставьте. Или у вас все прекрасно, ровненько и все хорошо. Встречались в такой ситуации? Встречались. Да, мы иногда себе это не сознаем, мы осознаем это, когда мы находимся в этом процессе, да, не просто когда мы сейчас на вебинаре, например. Вот, ну а иногда у человека такого не бывает, но при этом все равно некий синдром самозванца, то есть некой неуверенности, некоторого неверия в свои силы, он у человека может присутствовать. Хорошо, кто же такой у нас отличник? И чем вообще эти синдромы друг от друга отличаются? Или это вообще про одно и то же? Давайте теперь с отличниками разберемся. Значит, сразу же хочу сказать, что в отличие от синдрома самозванца, термин синдром отличника, он в основном встречается в материалах, в статьях, да, которые носят все-таки больше такую образовательную направленность педагогическую, да, или в материалах по эмоциональному выгоранию. То есть если мы посмотрим профессиональную психологическую литературу, да, то этот термин не так широко используется. Тем не менее он существует, и этот симптом, он как бы отражает один из вариантов, скажем так, проявления синдрома перфекционизма. Значит, чем он характеризуется? Как понять, есть у вас этот симптом или нет? Давайте тоже будем разбираться. Ставьте себе там, да, нет, галочки, звездочки, если то, что мы сейчас будем говорить, оно про вас. Итак, смотрите, синдром отличника – это стремление доводить все до идеала. То есть, опять же, отличник – это тот, кто привык получать пятерки, тот, кто любит яркий результат, тот, кто ценит только яркий результат. То есть у этого человека нет проблемы с присвоением себе результата. Вот у самозванца есть, а у отличника нет. Но отличник способен себе присвоить только тот результат, который идеальный. То есть ему нужна только пятерка. И даже там, где можно делать проще, можно сделать не так глубоко, например, да, ну, например, статью для конференции написать проще, чем статью, например, для журнала рецензируемого или там журнал, который индексируется в более крупных международных, возможно, да, базах. Тем не менее, человек относится к написанию этой статьи так же, с такой же долей ответственности, тратит столько же времени и так далее. Я сейчас не к тому, что надо статью и писать плохо, а просто к тому, что это вот такая привычка. Второе – это есть такое понятие катастрофизация, то есть когда человек, если он допускает какую-то ошибку, он начинает себя накручивать. Что, например, вы отправили статью на рецензирование, вы получаете статью обратно, и там рецензия, как иногда я на консультациях слышу такое от своих клиентов, которые говорят, что у меня ужасная рецензия пришла на статью. Я открываю рецензию, читаю, абсолютно нормальная рецензия. Рецензент указал какие-то замечания, он показал, что можно улучшить и так далее. И в этом смысле вместо того, чтобы посмотреть, а как эти замечания или как эти сделанные ошибки можно превратить в усиление текста и взять и сделать себе в плюс, человек не делает этот шаг, он вот зависает на шаге того, что как это плохо, почему я допустил эту ошибку и так далее и тому подобное. И достаточно долго в этом состоянии может находиться. Следующее – это неуверенность в себе, которая связана со страхом некой оценки, критики и так далее и тому подобное. И здесь, друзья, если мы говорим о защите диссертации, мы должны с вами понять, что путь аспиранта по сути делится на две части. Первая часть – это самая такая безобидная часть, как я ее называю, часть научного творчества. Это когда вы пишете работу, когда вы ищете новизну, когда вы работаете с литературой, готовите статьи и так далее. То есть это такой действительно творческий период. Когда же вы все напишете, возникнет вторая часть вашего пути, где вашу работу начнут читать эксперты, начнут читать рецензенты, люди, которым будут показывать, допустим, научный руководитель будет показывать вашу работу для того, чтобы собрать обратную связь, может быть, на кафедре, может быть, от профильных специалистов, да, и вы, безусловно, 100% будете получать какие-то замечания, какие-то рекомендации и так далее. И вот к этому нужно просто, если вы страдаете вот этим синдромом отличника, к этому нужно подготовиться, ну, как, например, к наступающей весне. Вот она будет, мы это точно знаем, ее никто не отменит. Поэтому здесь неуверенность, с этим тоже нужно поработать. Мы сегодня поговорим, как это сделать, но это вот проявляется. Ну, и еще один симптом – это, конечно, гиперответственность. То есть, когда человек не может себе представить, что он не сделает ко времени или не сделает ровно то, что ему сказали, он будет очень сильно напрягаться, он будет работать днями и ночами, но ему нужно сделать это обязательно. Здесь тоже вопрос не в том, что это плохо или хорошо. Если это у вас есть, вы просто должны это про себя знать. Напишите в чат, друзья, есть ли у вас такие симптомы. Мы четыре их перечислили. Если есть, то сколько из четырех вы про себя обнаружили. То есть, все-таки у нас вот они вот присутствуют. Обращаю ваше внимание, что мы даже не всегда отдаем себе отчет в этом. То есть, все про меня пишет Марина. Ну вот, видите, то есть, самозванец не про вас, а отличник про вас. То есть, мы все равно, да, где-то что-то, вот раз тема нас как-то триггернула и пришли на вебинар, видимо, что-то здесь все равно есть. Здесь тоже есть свои нюансы по поводу того, как проявляется вот этот симптом отличника. Учитывая, что это такое проявление, в том числе один из видов перфекционизма, то это тоже результаты исследования. Я вам ссылочку тоже делаю. Гордон Флейт и Пол Хьюетт в своем исследовании выделили три типа перфекционизма. Опять же, сейчас пронаблюдайте, где именно у вас проявление происходит. Первый тип перфекционизма – это перфекционизм, который ориентирован на себя. Это когда человек для себя устанавливает очень высокие ранки, недостижимые планки какие-то, ставит очень грандиозные цели и так далее. И, естественно, не всегда это возможно сделать без ошибок, он допускает ошибки и тем самым разочаровывается в своих навыках, компетенциях и так далее. То есть это как бы человек, который сам про себя с собой, он себя съедает вот этими своими ожиданиями, которые не всегда реализованы. Второй тип – это немножко другая ситуация, это тип ориентированный на других. Это когда человек считает, что лучше него никто что-то сделать не может. И поэтому ему очень сложно действовать в команде. В некоторых научных сферах вообще исследования проводятся в исследовательских командах, когда вы вынуждены, у вас оборудование предопределяет общение с кем-то, или у вас исследование такое сложное, что оно ведется совместно. И здесь, предъявляя завышенные требования к другим, человек не продвигается на пути своем к результату, потому что он считает, что он за ними что-то должен переделать, потому что они делают плохо, им сложно вместе. Ну и третий тип – это социально предписанный тип перфекционизма. Это когда человек считает, что другие ожидают от него невозможного результата, и этими другими чаще всего бывают либо эксперты ВАГ, либо научный руководитель, либо руководитель, например, кафедры или факультета, который знает вас как ответственного сотрудника, например, как замечательного преподавателя, и вы считаете, что если я буду писать диссертацию, то у меня диссертация должна быть только идеальной, только идеальной и никакой другой. Вот, пожалуйста, сейчас, друзья, на этом шаге тоже для себя отметьте, какой у вас больше тип проявляется для того, чтобы себя лучше узнать. У нас сегодня такой не вебинар, а такой самотренинг. Мы, по сути, исследуем самих себя. Ну и когда мы говорим об идеальной диссертации, это как раз тот образ, который возникает как у самозванца, так и у отличника, который считает, что он должен только отличную работу иметь, только идеальную работу иметь и никакую другую. Если уж, то только такой. Ориентированный на других Анастасия пишет. Да, вот, замечательно. То есть вы про себя, вот сейчас у вас уже прям полная характеристика про себя есть, теперь давайте будем разбираться с диссертацией, что же такое идеальная диссертация, нужна ли она нам вообще, и как нам себе помочь. Итак, если мы говорим, у некоторых идеальная диссертация – это некий образ в голове. Мы вообще с вами люди с воображением все, да, и вообще, в принципе, по жизни ходим с головой, наполненными разными образами. Кто такой замечательный педагог, а что такое успешная диссертация, а что такое там, я не знаю, классный спикер. У нас, или, например, это предприниматель, а это вот педагог, да, как он выглядит. У нас в голове куча образов. И когда мы начинаем писать диссертацию, у нас в голове тоже возникает образ диссертации. Он связан либо с текстом, то есть мы себе придумали, что такое для меня идеальная диссертация, либо этот образ связан с процессом подготовки диссертации. То есть мы себе, например, сказали, что ну я же такая умничка, я там хорошо училась, я все знаю, я сейчас сяду, и у меня прямо из-под моего пера, из-под моих пальцев на компьютере будут выскакивать эти слова, обладающие научной новизной, и я прям, не знаю, за полгода или там за сколько, с нуля, сразу же все напишу. То есть какой-то образ в голове у нас рисуется. Либо он может быть наоборот другим образом, он может быть наоборот образ тяжелой диссертации, что диссертацию пишут только 10 лет, что это страшно тяжелый труд, что невозможно ее сделать раньше, что это мне нужно вот то-то и то-то, то есть вы меня понимаете, да, речь идет о той картинке, которая у нас есть в голове, с которой мы ходим по жизни и пишем диссертацию, имея вот эту картинку в голове. А у других людей идеальная диссертация – это цель, это то, что они себе поставили как некую целевую установку, они считают, что она у них должна быть написана, что их работа равно идеальной диссертации, другого быть не должно. Поэтому эти люди задают себе очень высокие масштабы как для работы, так и для самого текста. Причем эти масштабы, они отличаются от реальных требований, может быть, даже многократно. Что ж такое идеальная диссертация? Ну, я не буду вас мучить этим вопросом. Вопрос такой, наверное, в каком-то смысле философский, хотя если у вас есть соображения по этому поводу, напишите в чате, я хочу поделиться с вами результатами опроса. Я в своей группе проводила опрос, мне кажется, что пару лет назад, и у нас были очень интересные результаты. Как раз вопрос по поводу идеальной диссертации. Что вы считаете идеальной диссертацией? Вот топ-5 ответов, которые у нас получились. То есть у нас достаточно большое сообщество было, под 400 человек, и поэтому, в принципе, результаты достаточно говорящие. Смотрите, для некоторых идеальная диссертация – это солидная работа, большая работа. То есть кто-то идеальность работы меряет ее размерами. Ну, что такое 120 страниц диссертации? А мне надо 250, например, там, кандидатскую или 300. То есть, да, выполнена по требованиям, но чтобы она была большая. Для кого-то это работа с большим количеством новизны, то есть пунктов, выносимых на защиту. Человеку, кажется, должно быть много. Чем их больше считает он, тем лучше. Кто-то оценивает диссертацию через призму чужого взгляда. То есть для людей важно, чтобы вот идеальная диссертация для меня, грубо говоря, да, отвечают вот те, кто третий вариант выбрал. Это когда вот мы все говорят, ой, какая у тебя прекрасная диссертация, я таких диссертаций вообще в жизни не читала, она такая мощная, она вот такая-такая. То есть очень важна оценка именно, чтобы человек ее услышал. И тогда он будет считать эту диссертацию идеальной. Вот эти вот оценки, они могут быть связаны как с точки зрения рецензии, и то есть мы получили классные отзывы. Либо это вот такой персональный контакт, вот четвертая, да, когда вас в лицо как автора хвалят, когда вами восхищаются не вашей работой, а именно вами как автора. Ну и пятое, это, конечно, когда человек говорит, для меня идеальная диссертация, это успешно защищенная диссертация, то есть когда я получил диплом, да, к которому я стремился. Вот такое представление у наших голосующих аспирантов, докторантов было. Ну, наверное, это некий комплекс какой-то. Но что я хочу сказать, что образ идеальной диссертации, неважно, как текст или как процесса, он очень мешает, потому что он отличается от реальности. Какова же реальность? Что нам важно знать, чтобы не попасть в плен вот этого образа или в плен вот этой ненужной, завышенной цели? Во-первых, нам нужно знать требования, которые предъявляет ВАГ и ваш диссертационный совет, в котором вы собираетесь защищаться, к аспиранту, как к исследователю и к диссертации. Следовательно, мы с вами изучаем положение присуждения ученых степеней, мы изучаем страничку диссертационного совета, мы смотрим диссертации, которые там размещены. Исходя из этого, мы можем очень многое понять об этих требованиях. Не обязательно они написанные могут быть, да, мы просто по тем примерам можем с этим разобраться. Следующее, нам очень важно знать специфику специальности, по которой вы защищаетесь. Мы, когда начинаем встречаться на консультациях или на курсах, да, мы обязательно разбираемся со спецификой специальности. И, например, даже если специальность одинаковая, например, история, да, гуманитарная наука, значит, работа однозначно будет большая. Допустим, у математиков, у технорей, у медиков работы могут быть очень компактные. 100-120 страниц – это прям уже все, диссертация кандидатская. Если мы берем работы, допустим, по истории, по философии и так далее, да, то там работы могут быть гигантские. Буквально несколько дней назад на консультации искали, смотрели, какие работы, на что нужно ориентироваться. Кандидатские диссертации – 350 страниц, докторская – 1000 с лишним страниц. То есть специфика специальности такова. Я вообще впервые такие размеры увидела, такие объемы. Но, тем не менее, если вы выбираете, вы должны понимать. Поэтому, может быть, то, что вы себе говорите, большой объем, может быть, он вообще стандартный для вашей специальности. Следующие – это, конечно, критерии, по которым оценивают вашу диссертацию эксперты. Эти критерии можно, в принципе, понять из положения. Можно разобраться с ними, опять же, глядя на другие диссертационные работы, обратить внимание, что в этих работах есть такое, что бросается в глаза, почему какую-то работу вы даже просто как читатель идентифицируете как слабую, а какую-то как сильную. Посмотрите, в чем там нюанс. Ну и, естественно, важно знать, как будет проходить процедура защиты. Что вы, как аспирант или декторант, можете усилить в этой процедуре, для того, чтобы она была ярче для вас, и чтобы вы могли себе сказать, да, моя защита была яркой, успешной, результативной, и вот поэтому такой у меня замечательный результат. И я не боюсь, я не беспокоюсь, я понимаю, что у меня прошло все хорошо. Вот это, что касается идеальной диссертации. И если мы с вами к нашему синдрому добавляем вот это представление об идеальной диссертации, которая вообще нереальна, представляете, насколько сильно мы затрудняем себе путь. Тогда возникает вопрос, как этот путь облегчить, как себе помочь, что здесь сделать такого, чтобы мне стало проще пройти этот путь, но при этом достичь цели, то есть при этом защититься. Как себе помочь? Ну, у нас, по сути, несколько сценариев есть, если мы оказались в такой ситуации. Первый сценарий – я с этим ничего не могу поделать, вот я такой или я такая, я уже пробовал бороться с этими синдромами, ничего у меня не получается. Второй – это ситуация, при которой вы настолько от всего уже, как бы замучились пробовать, да, и устали, не соответствуя своим требованиям, что вы вообще собираетесь бросить писать диссертацию, вы уже на грани принятия этого решения. Ну и третий сценарий – это когда вы, например, или раньше, или сегодня после вебинара понимаете, что да, смотрите-ка, сколько у меня всего там намешано в голове, это мне сильно мешает, надо мне что-то предпринять. Давайте по каждому из этих трёх сценариев пройдёмся и посмотрим, что здесь можно сделать. Но если вдруг у вас ситуация, что я такой, и вот я ничего с этим поделать не могу, как минимум надо просто принять свои особенности, вообще понять, что это просто ваша индивидуальная особенность, да, вот если у вас голубые глаза, вы же не делаете их карими, ну вот вы такой, это вот ваше. И тогда хотя бы не тратить энергию на то, чтобы себя постоянно ругать, пилить, что вот все другие, а я вот такой, я вот не могу и так далее. То есть всё-таки с большей любовью отнестись к себе и разрешить себе тогда вот этот пусть более сложный путь, который вы сами себе создаёте, но как-то себя поберечь на этом пути. То есть не иметь внутреннего хотя бы конфликта. Второй путь, если уже вот ощущение, что всё, я не хочу, я не буду больше писать, я уже не могу. У меня в жизни был такой этап, я, может быть, рассказывала, когда я писала кандидатскую диссертацию, я бросила её писать, то есть я численно соискательство со своего и вообще прекратила писать её. Мне казалось, что я вообще, как мне пришло в голову, что я могу написать диссертацию, что это только для гениев, я вообще никакого отношения к этому не имею, несмотря на то, что я там отличница, медалистка и так далее, и тому подобное, но это прям жило во мне. И в какой-то момент времени я просто сдалась. И иногда это происходит, вот как в моём случае, из-за того, что я согласилась с этим внутренним мнением, что оно правильное и остановилось. А для кого-то остановка может быть вызвана другим. Это может быть вызвано тем, что вы устали с собой бороться, вы устали вот в этом состоянии находиться, и может быть, вы даже не отдавали себе в этом отчёт, но вот этот упадок сил, и вы когда вроде бы выделяете время на диссертацию, из-за того, что вы утомлены вот этой борьбой внутренней, у вас очень низкая работоспособность, результативность низкая. И поэтому вы считаете, что ну всё, я не способен, хотя это связано с вашим физическим состоянием, а не с интеллектуальным. Здесь что можно сделать? Здесь не надо бросать, по крайней мере, сразу, не надо принимать это решение. Возьмите палубу, назначьте себе отрезок времени, который вы возьмёте себе на подумать. Но в это время не просто, что называется, сидите и думайте, да, а постарайтесь в это время восстановить свои силы. Постарайтесь полноценно отдохнуть, постарайтесь, может быть, позаниматься своим здоровьем, прям, может быть, на обследование на кое-то сходить, может, на какие-то процедуры. Нормализуйте физическую активность, сон, то есть полностью переключитесь от диссертации, вообще забудьте о том, что она у вас существовала на какое-то время себе назначенное, и попробуйте пожить без этого. И это может, когда вернутся вот эти вот физические силы, это может вернуть вас к идее продолжать работу над диссертацией. У меня случилось именно так, потому что я защитила не только кандидатскую, но потом впоследствии и докторскую. Я очень благодарна моим коллегам, которые меня вернули на этот путь, потому что если бы не они, я, наверное, так бы и завершила бы с пониманием того, что это просто не моё. И если же у вас есть понимание, что с этим нужно что-то делать, как-то себе надо помочь с этими синдромами справиться, да, и вы готовы что-то менять, то что я здесь могу предложить? Ну, не я лично, да, я прочитала достаточное количество исследований, очень интересные, кстати, исследования на эту тему, и мне очень откликнулись несколько подходов. Я хотела бы с вами этими приёмами поделиться, и я надеюсь, что каждый из вас для себя что-то выберет, может быть, не все, а какой-то один или два, и для себя их применим. Во-первых, когда мы решаем изменить эту ситуацию, первое, что нужно сделать, нужно разделить синдром на части. Вообще сейчас современные исследователи, как одного, так и второго синдрома, говорят о том, что это не вполне синдром, это больше феномен, это больше какое-то явление, потому что синдром – это то, что имеет конкретную специфику, и вот прям все симптомы должны быть обязательно. А у этих синдромов, и мы с вами сегодня тоже об этом говорили, разные типы, разные виды, у разных проявляются людей по-разному и так далее, и поэтому исследователи говорят. А вот вы протестируйте себя, пронаблюдайте себя, посмотрите, кто вы, какой вы самозванец, какой вы отличник, и именно с этой проблемой, с этой ситуацией, которая у вас наиболее активна, вот именно только с ней и поработайте. Если вы боитесь критики, поработайте именно с этим. Если вы там прокристинируете, поработайте с этим. Если у вас завышенная планка, посмотрите требования, изучите требования, вернитесь к реальному, к реальным требованиям, да, снизьте немножечко планку, попытайтесь это сделать, то есть не нужно схвататься за все проблемы, которые у вас есть вот в этом, внутри этого симптома, а увидеть их, сегодня мы это с вами на первой части вебинара ровно это и делали для того, чтобы вы могли применить вот этот прием, и то, что вы у себя посчитали, вот вы написали, там у меня три ответа, да, вот значит на это и нужно обратить внимание, на все остальное обращать внимание не нужно, нужно решить вот эти задачи сначала, как же себе мы можем помочь? Первый замечательный прием, который я хотела бы вам посоветовать, это составить список прошлых достижений, это наиболее актуально для тех, у кого есть синдром самозванца, потому что у этих людей очень плохо с присвоением результата себе, то есть мы не, как бы, даже когда мы уже чего-то достигаем или мы в чем-то компетентны, мы никак не можем смыкнуться с этой мыслью, что это правда так, и поэтому первый инструмент, вы садитесь в спокойной обстановке, можете сегодня после вебинара это сделать, если у вас есть время, сразу, что называется, по горячим следам, и написать список своих достижений, реально того, что вы сделали, того, что вы достигли, у вас, может быть, уже есть там какие-то, какое-то количество публикаций, может быть, даже значимых публикаций, может, у вас есть какие-то патенты, может быть, еще что-то, то есть все-все-все вспомните, в грантах вы участвовали, где-то выступали, запишите этот список и присвоите это себе, что это значит. Нам очень важно вот хотя бы это записать, то есть вспомнить, да, осознать, что ой, так это я, это очень такая, знаете, открывающая практика, признаюсь честно, недавно я ее вынуждена была сделать, потому что меня номинировали на одно там звание, мне нужно было составить характеристику на себя, да, то есть посмотреть, и когда я вот это все подняла, я себе сказала, ой, Наташа, как это интересно, неужели все это ты? Вот, поэтому это нормально, и я так сразу же заскромничала, мне было даже как-то немножко неловко, поэтому, да, это, ну, наверное, большая часть у нас такая, да, но тем не менее, присвоите это себе. Второй, второй замечательный прием, он тоже где-то близок, но он немножечко от другого. Наверняка вы слышали, это очень известная практика похвала-благодарность, когда себя нужно похвалить или поблагодарить, но чаще всего эта практика делается в конце дня стандартно, да, и мы благодарим тех людей, которые, или те обстоятельства, или еще что-то, то есть обычно она направлена вовне, а мы и так, если вы страдаете этим синдромом, то вы и так вовне все время направлены, вам надо на себя обратить внимание и заметить свои результаты. Что мы делаем? Мы в конце дня или там, я не знаю, может, раз в неделю вы будете делать, вспоминаем то, что вы сделали, да, может быть, вы написали 10 статей по диссертации, ой, 10 статей, 10 страниц по диссертации, может, вы изучили там 20 статей или прочитали монографию, неважно, какие-то шаги вы сделали, у вас какой-то есть результат. Во-первых, зафиксируйте, что это результат. Даже прочитать там статьи, например, и начать готовить свою статью или начать писать текст, это тоже результат. Результат – это не только страница, результат – это не только защита. На каждом маленьком шажке можно найти результат. Так же, как в бизнесе устанавливаются определенные KPI, да, по каждой работе, вот вы точно так же можете себе результаты свои зафиксировать. И вот этот шажок заметить, раз мы его записываем, и его отпраздновать. Что это значит – отпраздновать? По крайней мере, почувствуйте те ощущения внутренние. Важно создать позитивную эмоцию, важно похвалить себя, важно поблагодарить себя, что вы имели смелость этот шаг сделать, заметить это. А может быть, даже презентовать себе какой-то маленький подарочек. И вот, может быть, я не знаю, сходить в кафе для вас это там важно, или, ну, я не знаю, не то, что важно, но приятно, да. Или, может быть, вы что-то хотели купить себе какое-то, да. То есть присвоить, опять же, попраздновать, заметить вот эти шаги, которые вы делаете. То есть это простой, приятный способ побороть вот это ощущение, что это не мое, это произошло случайно, это не я, это вот как-то упало мне с неба. Нет, присваиваем это. Следующий прием другого плана. Наоборот, если у вас сейчас не так все гладко, не то, чтобы нет результатов, а наоборот, ситуация, при которой вы находитесь в ситуации, когда вы сделали какую-то ошибку, или вы, например, показали какой-то текст, и ваш текст полностью раскритиковали. Что здесь можно сделать? Можно в ежедневнике завести маленькую страничку себе, в которой начать вести список ошибка-опыта. То есть вообще любые наши ошибки, это бесценно, когда мы видим, что мы ошиблись. Почему? Потому что именно ошибка может позволить нам начать углубляться. А именно ошибки, которые мы допускаем на старте нашего пути, позволяют нам сделать потом наши исследования более цельным, более обоснованным, более глубоким. Потому что мы начинаем, если бы у нас сходу все сразу же получалось, сразу же мы достигли, мы бы в эту глубину и не пошли. Поэтому очень важно любую ошибку, когда она у нас происходит, задать себе вопрос, а что я могу сделать для своего исследования, чтобы оно после этой ошибки стало лучше? Как я могу эту ошибку использовать для того, чтобы... Или, например, вы получили рецензию, у вас там какие-то, как вам кажется, ужасные-ужасные замечания рецензента. Пропускайте их через этот фильтр. Что я могу с помощью вот этих комментариев улучшить в своем тексте? И тогда все будет замечательно. Введите список этих ошибок, опытов, и в какой-то момент времени, когда вы откроете этот список и увидите, что у вас там значительное количество ошибок, и ничего страшного в жизни не произошло, что эти ошибки можно и нужно допускать, потому что они вас двигают дальше и дальше к вашей цели, то все в порядке, то их не так страшно становится совершать. Ну и еще один прием, он такой несколько болезненный прием, когда вы совершаете такую практику. Вот вспомните в своей жизни ситуации, ну, может, мы и уже за всю жизнь, но за последнее время ситуации, в которых вы упустили какие-то возможности. Вас пригласили, например, где-то выступить со своим докладом, а вы посчитали, что, ой, так я только начала писать кандидатскую, у меня еще тема сырая, нет, я не готова, ой, нет, нет, нет. Или, допустим, вас пригласили выступить на пленарном заседании, а, например, не на секционной встрече, да, и вы считаете, что нет, там только вот такие-таки, да, я туда не пойду. Вы эту возможность упустили, а другой ваш коллега пошел, выступил, и все оказалось прекрасно. Повспоминайте такие возможности, которые вы упустили. Подумайте, может быть, вы напрасно это делали, может быть, этот страх вам только помешал, да, и вдруг сейчас подумайте о том, что есть какие-то возможности, которые тоже могут быть упущенными, если вы сейчас не дадите себе шанс, то есть не позволите себе рискнуть, не поверите в свою компетентность, не дадите себе вот эту возможность шагнуть туда, да, сделать это, и по ходу дела, если что-то там докрутить, доделать, углубить, усилить и так далее, и тому подобное. То есть вот эти вещи, они, вот эти практики, они очень помогают. Может быть, не надо их брать все, посмотрите, что вам откликается, да, мы все разные, кому-то подходит одно, кому-то подходит другое, мы в разном состоянии все находимся, кто-то сейчас ошибся, кто-то сейчас наоборот где-то ярко выступил и так далее, поэтому всем нужно что-то разное. Но что касается еще работы над собой, здесь, безусловно, раз как отличник, так и самозванец, это люди, которые себя постоянно критикуют, потому что если они что-то не достигли, это все превращается в критику. Опять же, сделайте критику конструктивной. Что это значит? Задайте себе вопрос. Вот то, что вы сейчас про себя говорите, это ведет к улучшению моего исследования? Вот эта вот беседа, моя беседа с собой, да, я себя там всю изругала за то, что я не ответила, например, на заданные мне вопросы на конференции. Это ведет к улучшению моего исследования? Нет, это не ведет. А второй вопрос задаем. А что ведет к улучшению моего исследования? Сесть и ответить на эти вопросы. Сейчас отвечаю я себе, да. Вы тогда вспоминаете после конференции, какие вопросы вам были заданы, и отвечаете на них, пусть после конференции, но вы это делаете. И тогда вместо того, чтобы направить энергию на критику и разрушать свою нервную систему, вы направляете свою силу и свое время на работу над текстом, над диссертацией, над погружением в тему. И тем самым у вас продвижение идет гораздо лучше. Ну и естественно, что очень важно еще для себя понимать, когда мы говорим идеальная диссертация, качественная диссертация, или я хочу сделать на 100%, не забывайте, что качество – это комплексный показатель. Он включает в себя в том числе время. Любая цель, как мы знаем, да, она должна быть измеримой, и она должна быть измеримой по времени тоже. То есть если вы ставите себе задачу написать какую-то гениальную, изумительную, идеальную диссертацию, но будете ее писать 10 лет, вы должны понять, что все, что вы делали, оно уже будет, может быть, исследовано другими авторами. Ваша новизна может перестать новой. Ваши цифры устареют, например, и вам придется что-то обновлять. То есть мы должны понимать, что нужен какой-то баланс между содержанием, между сроком изготовления этого исследования, проведением этого исследования, да, и тем результатом, к которому вы хотите прийти. Не случайно нам дают срок на обучение в аспирантуре, например, 3 года, и в то же время на докторантуру нам дают 3 года. То есть нам говорят о том, что за 3 года можно написать докторскую диссертацию, а кандидатскую можно написать даже меньше, потому что вы еще за это время учитесь, да, вы еще обучаетесь и пишете работу. Поэтому, друзья, что здесь еще в заключении хочу сказать, что очень важно для того, чтобы помочь себе окружать себя людьми, которые вас поддерживают. Вот сегодня, например, на вебинаре понятно, что мы собрались не для того, чтобы сказать, ах, какие нехорошие эти самозванцы и отличники, мы должны найти были какие-то способы, как себе помочь, не только в диссертации, потому что для этих людей эти требования высоки ко всей своей жизни. Ну и, естественно, если вы чувствуете, что у вас реально, что вам не просто кажется, а у вас реально есть какие-то пробелы в исследовательских каких-то методах, вы ими не владеете или вы что-то не знаете, то, конечно, можно узнать это, развить это умение, развить эти компетенции, навыки, то есть почитать книги, сходить на курсы, не бояться консультироваться. Если вам нужен какой-то ответ на узкий вопрос, может быть, не надо вникать в это, проще проконсультироваться узкого специалиста. Поэтому помогаем себе всеми способами и работой над собой, и созданием вокруг себя вот этого окружения. Ну и, конечно, безусловно, я не могу не пригласить вас на свой курс, если вам кажется, что вы не до конца понимаете, как готовить диссертацию, и, в общем-то, хотелось бы ее сделать тем не менее яркой, чтобы защита прошла успешно, да, то я приглашаю вас присоединиться к нашему поддерживающему сообществу, где мы будем целый месяц вместе, мы будем встречаться, общаться, обсуждать ваши темы, изучать все требования, самые актуальные, самые новые, и буквально в двух словах по темам курса, то есть мы посмотрим, что такое диссертация в принципе, то есть что от вас ожидают, вот не идеальная диссертация, а та диссертация, которая нужна экспертам вам, которая нужна вам для того, чтобы вы соответствовали этим требованиям и так далее. Мы построим ту самую дорожную карту, мы посмотрим, из чего складывается путь аспиранта, что первостепенно, что может быть не так актуально в начале пути и так далее. Хотя участники курса и люди, которые вообще с диссертацией уже приходят для того, чтобы разобраться, а что будет дальше. Мы поговорим о планировании, мы поговорим о том, с чего начинается диссертация, как найти новизму, как организовать исследования, как организовать работу с литературой, публикациями собственными, да, и так далее, выступления и прочее. Безусловно, мы будем говорить и о том, как писать сам текст, в чем там есть нюансы и особенности, как готовить автореферат, это не такая простая задача, как может казаться. Ну и, безусловно, защита, тот финал, к которому мы идем, та цель, которая достигается не просто подготовкой диссертации, диссертацию написать мало, ее надо защитить, поэтому как это сделать, мы тоже с вами будем говорить. Ну и, естественно, конечно же, я жду вас на следующую нашу встречу, на наш следующий вебинар, который состоится 2 марта, где мы будем говорить о том, как написать оригинальную научную работу, как не допустить плагиата в своих работах, где есть какие нюансы и так далее и тому подобное. Поэтому, друзья, я буду рада нашей встрече, если у вас есть вопросы, задавайте, а я, конечно, как стандартная училка, ну куда без этого, простите меня, я с домашним заданием. Что я предлагаю сделать дома или сейчас после вебинара сразу? Во-первых, конечно, определите, что вам мешает, что вот вам больше всего сегодня, когда вы посмотрели на себя более внимательно, что вам откликнулось, что вы увидели, что да, действительно мне это мешает. Во-вторых, мы с вами много сегодня приемов, инструментов просмотрели. Вернитесь еще раз к этому, посмотрите, что вам нравится, что вам хочется попробовать. И все-таки начинайте делать какие-то шаги по тому, чтобы хотя бы как-то немножечко смягчить вот эту ситуацию с этими синдромами, потому что они, конечно, мешают. Ну и, безусловно, не забывайте отдыхать, не бойтесь ошибаться. Сейчас наступают уже скоро более теплые деньки. Старайтесь гулять, да, чтобы наша работа на диссертации все-таки не затмевала нашу собственную жизнь, потому что она, конечно, идет, и ее надо тоже проживать. Поэтому, друзья, так, вопросы. Вопросы. К достижениям можно отнести эти работы, результат которых себе не нравится. Галина, а надо разобраться, прекрасный вопрос, кстати говоря, да, надо разобраться, почему этот результат вам не нравится. Он вам, может быть, как раз не нравится, потому что вы под влиянием синдрома отличника или самозванца, и вот в той самой бинарной системе, да, когда либо пять, либо ничего, может быть, у вас результат-то замечательный, только он не для вас замечательный. Поэтому, да, нам надо научиться принимать, принимать, да, вот все-таки присваивать себе этот результат. Да, пока у меня такой результат, может быть, он будет потом другой. И не всегда идеально это вот хорошо, да, вот, например, сегодня мы говорим о том, что ставя себе цель написать идеальную диссертацию, можно просто не дойти до конца пути. И те, кто себе ставят задачу написать диссертацию, защитить ее, да, они доходят, а тот, кто поставил себе задачу написать диссертацию идеальную, они могут остаться на этом пути без результата. Вот в чем дело. Поэтому вот этот баланс, когда мы себе разрешаем соответствовать заданным требованиям, пусть даже не идеально, это очень значимо, друзья. Поэтому отпускайте себя, любите себя, гуляйте, берегите. И все синдромы потихонечку нас покинут, а наш результат будет замечательным и ярким. Буду рада вас видеть 2-го числа и, конечно, на курсе. Всего доброго, замечательного дня. Я с вами прощаюсь. До свидания.